Сегодня в 8 утра в Усть-Илимске открылись избирательные участки. Стартовали выборы президента России. Продлятся они до воскресенья включительно. Всего в Иркутской области 1872 избирательных участка. 40 из них в Усть-Илимске первые избиратели уже пришли отдать свои голоса. Выбирать предстоит из четырех кандидатов. Это действующий глава государства Владимир Путин, самовыдвиженец Леонид Слуцкий, ЛДПР, Николай Харитонов, КПРФ и Владислав Дованков – новые люди. С 15 по 17 марта все избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов. Усть-Илимцы могут поучаствовать не только в выборах президента, но и в рейтинговом голосовании на выбор территории для большого благоустройства. Проводится оно в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Проголосовать горожане могут с 15 по 17 марта лично в пунктах голосования. Им предложат три дизайн-проекта сквера между улицей 50 лет ВЛКСМ и Братским шоссе в левобережной части города. Эта общественная территория подлежит благоустройству в 2025 году. Все варианты включают установку освещения, урн, лавочек, устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Отличаются они тем, что дизайн-проект номер один, помимо перечисленного, предусматривает зону тихого отдыха. Дизайн-проект номер два – зону тихого отдыха и арт-объекты. В дежурную часть Устелимской полиции в 2024 году доставлено 14 нетрезвых детей. Самому младшему из них 12 лет. Зарегистрировано два алкогольных отравления подростков с госпитализацией в медицинские учреждения. На учете в отделе по делам несовершеннолетних за употребление спиртных напитков состоит 43 ребенка. Из них 15 не исполнилось и 14 лет. Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Устелимский с начала года выявлено два факта реализации алкоголя несовершеннолетним. Во всех случаях на продавцов составлены административные протоколы. Материалы направлены в мировой суд для принятия правового решения. В Устелимске готовятся к ремонту образовательных учреждений. Уже началась разработка проектно-сметной документации на комплексный капремонт детских садов номер 5 – Солнышко, номер 14 – Колобок, номер 34 – Рябинка. Также ПСД будет сделано для школ номер 9, 11 и гимназии. Более 12,5 миллионов рублей направлено на эти цели из местного бюджета. В мае будет готова проектная документация на ремонт школы номер 12. Эти мероприятия софинансирует группа «Элим». Уже готовы документы на капремонт бассейна и отмостки в 15-й школе, замену окон в школах номер 13 и 14, ремонт кровли в школе номер 8 и пристрою школы номер 2. Администрация рассчитывает, что уже в 2025 году сможет приступить к реализации намеченных планов. Напомним, что в прошлом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» прошли выборочные капремонты в пятой во второй школах. В здании школы номер 7, где находится детский сад, провели первый этап капремонта в детском саду номер 22 – «Искорка». И в этом году он будет завершен. Министерством образования Иркутской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2024 году. Целью конкурса является распространение передового педагогического опыта в сфере образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, создание условий для развития профессионального мастерства. Экспертная комиссия оценивала профессиональное портфолио и видеоролики занятий участников. Среди 23 конкурсантов, представляющих 15 муниципальных образований региона, Романович Олеся Анатольевна, учитель-дефектолог Устилимского детского сада номер 25, признана лауреатом в номинации «Дефектолог года». Волонтеры Победы города Устилимска вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Снежаной Байден навещают семьи участников СВО. Ребята не только помогают выполнять необходимую работу по хозяйству, наколоть дров, расчистить снег, но и проводят веселые игры с детьми, оказывают моральную поддержку родителям и женам военнослужащих, стоящих сегодня на передовой. Пока они на боевых задачах, волонтеры всегда готовы подставить свое плечо их близким. Пассажиров Устилимского транспорта информируют, что 16 и 17 марта будет изменено расписание маршрута номер 9 энергетиков поселок Тушама. Обнуленное движение со временем прибытия на остановке размещено на официальном сайте администрации города в разделе «Актуальна» – график движения общественного транспорта. В Устилимске пройдут соревнования по зимней рыбалке. В воскресенье 24 марта рыбаков ждут на правобережном пляже в районе кафе «У причала». К участию допускаются мужчины и женщины, а также юноши и девушки младше 18 лет. При условии сопровождения одним из законных представителей. Заявки принимаются на адрес электронной почты gto.ui.sobacamail.ru. Каждый рыбак при себе должен иметь личное спасательное снаряжение, ледобур и необходимые снасти для ловли. По завершению соревнований пройдет большой розыгрыш призов, главный из которых – мотобуксировщик «Север». Кроме того, организаторы проведут творческий конкурс на тему рыбалка. Принимаются фотографии, стихотворения, творческие номера, песни. Для участия необходимо прислать заявку до 21 марта. Предварительный смотр пройдет в спортивно-молодежном центре притяжения 22 марта с 18 до 19.30. 23 марта с 16 до 18 часов. С 11 по 13 марта в Устилимске в спортивном комплексе «Юность» проходил межрегиональный турнир по боксу среди юниоров и юношей. Событие посвящено памяти директора филиала компании группы «Элим» Николая Ляпина в Устилимском районе. Он был президентом городской федерации бокса, помогал спортсменам выезжать на турниры далеко за пределы города. Николая Николаевича не стало летом 2015 года. С 2016-го турнир в его честь стал ежегодным. На него съезжаются боксеры не только с Иркутской области, но и с соседних регионов. Поздравляем учащихся спортивной школы «Лесохимик», занявших первые места в своих весовых категориях. Прокопьева Николая, Цацурина Данила и Сафронова Дмитрия, ставшего вторым. Все они воспитанники тренера-преподавателя Ейникова Василия Николаевича. 17 марта в 12.00 в ГДК «Дружба» состоится выставка ярмарка декоративно-прикладного творчества в кругу любви и вдохновения. Устилимцев приглашают на мастер-классы подарок солдату СВО. Плетение маскировочной сети, свечи из вощины с пожеланиями, голубки из ткани, фенечки с бусинками и другие. Мастер-классы проводят специалисты Народного творческого объединения «Мастера и Лима». Благотворительной общественной организации «Шьем и вяжем на фронт Устилимск» дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лидер». Посылка с рукоделиями будет отправлена воинам-землякам в зону СВО.